как проходит цикл тренировок со стасом на мой взгляд сейчас все идет своим чередом то есть мы не форсируем я не какой-то там суперспособный человек который с одного знаешь там не самый лучший материал работать то бишь мной и что нужно приложить максимум усилий чтобы всего добиться единственное от беру здоровье немножечко упираться начинает там где-то шея еще что-то но мы скоро со стасом пойдем к его там мастерам они мне подлечат 4 окно раскрыл ты так хочешь слиться с боя заболеть это это администратор так блять так нельзя тренироваться ты чё с ума сошел для ну я не знал коуч так закройте окно ты в действие не болел я никогда в жизни не болел еще не вечером заболеть еще тренироваться вы сейчас опять по классике я просто все забуду что мы всю неделю делали он меня хуярил ведь весь выпуск нам надо было быть акробатом ну потолкни всем привет ребята вот он вторая часть вторая часть вот это все когда вторая часть давайте сразу отвечу на следующий вопрос когда будет третья часть третья часть будет под этим видеороликом 5000 лайков набираем и выходит сразу смотрите в месяц должно быть определенное количество серий она и так выйдет три серии всего в месяц она и так выйдет то есть мы можем не запариваться там раз в неделю я буду там снимать какой-то обзор по тому как мы тренируемся но если вы хотите больше условно 4 допустим серии или чтобы они выходили раньше тогда давайте друг другу помогать до этого попросили подписаться до четырех тысяч вы уже набрали их вот сейчас прям прилетел буквально это было вчера сегодня прилетел райзану горюк надо снять давай снимем сегодня серию вот снимаем я ее смонтирую там за день и завтра она уже выйдет 5000 лайков под этим видеороликом и обязательно подписывайтесь я смотрел там я звук аккаунтов 80 процента смотрят без подписки то есть условно на этом канале как минимум уже могло быть десять тысяч знаешь почему они добавили в избранной там же можно посмотреть типа сколько людей смотрят постоянных зрителей 80 чем-то процентов пассан пацаны если вы и так смотрите просто подпишитесь окей но у тебя ролики в рекомендации эти будут попадать да там еще в красную мы еще в красную влетели сразу на это что красная монета она съела процента война много села ну ладно ребята отзывы на в любом случае были классные прикинь настолько были хорошие отзывы про что никто нет про ролик что никто про ролик что никто даже не понял что ты кривой понял я посмотрел говорит я посмотрю ролик шансов у тебя мало но это выписывают заходит то не но слушай там там и пишутся вот вам блять мы не сдаемся это чисто василий уткин косплей как оцениваю свой прогресс на сегодняшний день ну уже что-то я чувствовать начинаю если раньше я чисто руками бил и прям чувствовал что вот ну думал удар типа вот сейчас руку выкинул то сейчас я уже понимаю что пока у меня корпус не начнет задействовать всю эту энергию выбрасывать ее то рука не идет и потихонечку потихонечку какие-то паттерны начинают появляться привычка знаешь такая именно память мышц работать начинают я считаю что что-то точно да происходит движение есть моя любимая часть на самом деле но не то что наверное мои любимые то что я больше сам для себя условно понимаю и чем я любил больше работать это боковые что ли да не боковые удары брата из рук это моё самое любимое то что как по мне я дёрнулся по что тут хрем пойми найти самое опасное драться не степом который решает а степом который нихрена решает то что если ты привык что удар классический летит вот так то вот у него хрем пойми как он летит это мой стиль это твой стиль и возможно это будет твоя фишка по традиции сейчас быстренько разомнёмся естественно вы увидите там малую часть разминки вот он уже практически разминается блять братан ты не рассчитаешь и мне дашь челюсть кстати как я в прошлой серии в челюсть сколько я ржал и кстати это не один раз такой был ребят еще на хате в питере он мне попадал это было случайно вот это случайно еще у меня лоутики пробивал на кухне то это уже просила нет я ничего не просил он меня на самом деле любил неоднократно ребят неоднократно ребята продолжаем подготовку и поехали надо какую-то это и поехали у мистер биса есть прикол нужно все ролики начинать со слов и называть вот так провел бойцовскую тренировку но с кривым работает братан братан ну как и кривой вот так блять и кривой братан ну по поводу прогресса говорить рано я думаю вы сами заметили типа знаешь ему один раз говоришь хорошо и все на следующий у него удар вылетает из жопы еще куда-то начинает торопиться с первого дня тренировок я ему сказал первое время это очень нудная работа но это реально нудная работа это не какая-то там физически изнуряющие тренировки или еще что-то это реально монотонная нудятина где нужно отрабатывать по тысяче раз одно и то же движение чтобы чтобы дальше было легко потому что не построив фундамент мы дальше не двинемся можем там показать ему 6 вертух там сальто назад это но это не будет работать если он не будет ну это в не будет работать контексте боя даже база не будет работать если он изначально не понимает если ему не объяснили изначально как бить прямые удары как мы сможем от него это требовать в бою поэтому по прогрессу рано еще говорить мы только начали если мне сейчас сказать типа оцени его первый день и то что сейчас вы то видите ну вот вторая часть вышла вы видите для вас по сути это две тренировки на самом деле он уже проделал хорошую работу давай так не прогресс я вижу понимание того что от него нужно и он к этому двигается короче все идет своим чередом по прогрессу я думаю сможем где-то через месяца два посмотреть но и перед началом я хочу вам напомнить о своих партнерах это компания bk пари все ссылки на моих друзей оставлю внизу в закрепленном комментарии под видео переходи регистрируйся и получай свои фри беты для важное дело ты меня подготавливаешь если меня вырубят то блять минус 30 процентов медиафутбол хотя на этот у вас 10 до какой-то там ты пойдешь я возможно не смогу помнишь говорил по что я не знаю у нас не сегодня еще дурасов рассказал как его жена неожиданно рожать начала и у меня момент вода таким у меня вообще теперь этот панические атаки каждые 5 секунд суставы прогрей но кстати меня тоже нет нет суставы побаливают уже сука не мне конкретная пизда честно говоря ну кашты блять ты все неправильно я же вам говорю вот это блять 150 тренировок в первом месяце так не работает а потом с тобой разговариваем про восстановление блять я захожу на твич в три часа ночи ты в доту и башку ну ладно я в это время тоже блять и башевание но я-то блять ну не готовлюсь но я-то сплю 8 часов потом поговорим с тобой ценности сна не но я понимаю да кстати я в телеге уже написал кто будет нашим первым гостем из стаи там пацанов позвал ровшан который он блять занимался к кашин там же ногами гену там же все тяжелые элементы ногами так вы там просили какое-то упражнение кстати очень полезное для прямых ударов просто обычный теннисный мячик берете становитесь на вытянутую руку и смотрите я просто второй рукой пытаюсь его поймать вот так то есть сжимая кулак вот здесь не вот туда вниз не откуда-то вот здесь ловить а именно вот по прямой траектории со стойки отсюда вот так пять раз в день делай и спина болит не вы сейчас поработаем просто на подводящими пока упражнение смотри сюда подгрузиться выкинуть то есть выкинуть сбоку не прямым а сбок сейчас работа корпусом нам нужно то есть я его не вот отсюда выкидали а прямо вот туда вниз то есть вот этим плечом тянусь сюда она тоже самое делаешь на другую и потом поделаем в движении я буду делать шаг в бок вот он да это вот смотреть вот за движение то что мы говорили бум-бум смотри локти где вот здесь их поставь вниз вот на расход а мне руку где стоит мари я руку не выпрямляю на боковой вот она мне стоит вот я можно сказать вот отсюда вы можно даже даже вот так я сейчас сожми вот угол как раз бокового и вот да и старайся траекторию сейчас суда смотри ты вот так кидаешь вот я поставил на то есть тебя в этом случае тебя была . прям опора теперь отсюда вас колено делаешь рукой кидаешь ставь вот сюда мяч сейчас делаешь прыгнул отдал прям прыгнул на одну ногу отдал сейчас просто вот само движение вот с места прям с места взял раз кинул и слишком далеко не нужно мне не нужно чтобы тот прыгнул просто само движение сделай вот вот здесь вот не вот так возьми его локти вниз ты уже блять вот кидаешь вот если выдох счете сделать мы сейчас делаешь встаешь просто на этой ноге прям упорно не сделал туда то есть я получше встал на правой ногой-то толкнись не про ты понимаешь для чего ты это делаешь и выдох и вот так кидаешь вот сейчас по лестнице чуть-чуть пройдемся вперед назад в бок вам 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 добавляем удар вам назад вам вам назад в сторону вам и когда я подтянул то теперь у тебя как будто бы две точки первое когда суда вторая когда я подтянул и верну назад ну нет шуту блять ну нет на чем не подойти в челюсть от руки откуда у тебя летят вон там зеркало специально для тебя вам без доворота локоть вниз этот локоть тоже отсюда я спина уже прямая нет как мы делал вот то за счет таза таз просто убрал и у меня уже все как надо смотри шашлы у тебя новый ты ты каждый раз ко мне с новым приколом приходишь это теперь что у тебя блять это что отпустил вот сюда убираю я после удара его возвращаю вот сюда а не вот сюда как обычно вот я делаю вам у меня возврат вот сюда если пришел мне когда нужно будет ее дожать если в меня пошла атака ну тут посмотри какое расстояние у меня уже здесь все готово перекрываться то есть нет такой проблемы что ты вот сюда ее привел да если сюда привел сюда или сюда это проблем вот отсюда где она у меня стоит она у меня вылетела и туда же вернулась это нормально но если ты ударил и сразу на тебя пошла контракт ну ты его просто доведешь спина уже вот такая колени согнул вот и отсюда пошел нет у тебя рука раньше выходит чем нога шагать а не может быть рассинхрона в этом ты делаешь блять все такого не может быть бам-бам сейчас делаешь раз-два вернул раз-два вернул шаг бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-не тянись тянешься опять вам не проваливайся туда и на зерк вперед смотри и ты будешь видеть куда у тебя завалился корпус вперед не вались я четко стою вот и никуда не валит ну сейчас ударишь я ставь посмотри вот здесь чуть-чуть до кого и подбородок туда вот вот здесь одно твердое понял вот запомни как у тебя все сейчас вот здесь тут блокирует здесь жестко нога и пошел не обратно смотри обратно тоже не так я же выдергиваю коры смотри я туда дал корпус обратно забираю корпус давай корпус обратно братом смотри стоп вот смотри ты уже как параллельно стоишь помнишь я тебе объяснял да все мне открываешь стойку не меняй вниз не смотри вперед смотри не вались головой туда сюда цель контролирую ноги не смотри вниз четче топ не только не смазывай теперь опять отсюда двигаешься стойка у меня корпус вообще не меняется вот я двигаюсь сейчас чуть-чуть просто прямые докидаем и перейдем на боковые сейчас добавляешь две я делаю вместе с шагом левый с подшагом право меня получается бам-бам вышагнул можно нанести попробую смотри вот это это тоже не обозначение смотри я делаю обязательно акцент оба удара вперед локти опять где на левую тоже корпус добавляй при ударе хорошо не вались сюда смотри вот с этой ничего не выдумывай на шаге ее не нужно подкручивать потому что на шаге вот да вот если по правильному бы мы делали тогда надо вообще в боксерскую встать чтобы у тебя вот отсюда удар шел но мы работаем в кикерской стойке я тебе потом объясню почему да условно мне вот отсюда намного комфортнее даже одной вот этой левой если она мне вот так развернуто блокировать и внутренний и внешний лоу кик это ну потом я тебе начну эти нюансы объяснять но сейчас вот учи себя отсюда то есть вот здесь по боксерскому будет правильный да вот пам-пам тогда у тебя и туда вернуто и здесь туда вернешь но приучаясь себя работать отсюда я лучше где-то сэкономлю на левом ну поверь мне я вот так если вот попаду жестким джепом он так тоже будет ощутим блять ну вот так вот джепа можно и посадить на жопу поехали так смотри по поводу боковых нужно уловить просто понимание рычага вот если ты поймешь как работает рычаг в целом тебе концепция будет понятна по боковым боковых тоже есть два вида да опять таки кто-то любит бить там вот стаканом да как говорят кто-то любит вид вот по классике как отсюда я не сторонник знаешь какой то вот вот это правильно а вот это неправильно для меня все правильно все что комфортно то есть все что бою заходит и это тебе комфортно для меня ну вот это всегда было типа вот так правильно я правой больше бил вот левая больше бил вот так но опять таки все зависит одно снизу другое. Не-не-не, это все боковые, траектория одна, просто здесь кулак вот так, и чуть-чуть траектория удара другая. Вот этот, он для меня более точный. То есть вот такой удар, он более точный для меня. Плюс я очень любил работать, ну, вот на такой дистанции, где уже вот ты ему даешь поработать, сам руку. Вот это бум, бум. Для меня была всегда, ну, быстрее. Но начнем давай с классического, вот с этого. По идее боковые, ну, по крайней мере, в моем понимании их проще понять, чем прямые. Потому что здесь непосредственно тебе как раз нужен будет вот этот центр тяжести. Спасибо. И самое главное. Я сейчас сказал, что боковые сложнее в два раза, чем прямые. Ну, для меня, не знаю. Сейчас посмотрим. Я на Мальдиве в Севска не поехал, блин. Кстати, да, нормально там отдыхать. Что, отдыхаешь, блядь? Гандон ебаный, блядь. Сука. Я твой рот ебал. Все, 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 все. Едите в рот, да, блядь. Все, алло. Я, блядь, я просто бахер. Я здесь пасмурдаю в Москве, в великолепном зале, 5 звезд. Хорошо у меня хоть тренер великолепный. Отдыхай, отдыхай. Козел, блядь. Смотри. Добай. Добай. Ты хи. По затылку ему, блядь. Сука, отдыхает он, блядь. Ну, что я думаю, значит, то, что там Севска она сейчас отдыхает, не тренируется. Пусть делает, что хочет. Хоть в жопу с кем-то долбится. Вообще мне не имеет никакого значения. Ему ничего в его жизни не поможет. Она будет всегда максимально херовой. И дай бог, мои усилия сейчас, которые вот забирают у меня, наверное, время моего отпуска. Потому что я, наверное, сейчас тоже в Англии где-нибудь был, Арсенал смотрел. Но я нисколько не жалею, потому что мне интересно пройти этот путь вот в максимальном страдании. Если он хочет чилить, пусть чилить. Главное, чтобы потом у него в голове не сидело, что типа где-то я там не дотренировался, что-то от себя не сделал. Ну, надеюсь, он отмазаться не будет. Я тебе пока просто покажу на этом, но мы сейчас работать на лапах будем. Вот для чего здесь сейчас нам понадобятся локти вниз. Потому что вот отсюда тебе нечем зарядить будет в удар. Опять-таки дома, если будешь готовить, знаете, короче, покажу, да, можно просто веревку привязать и вообще шикарная отработка боковых через какую-то. Даже просто попроси там, Диана, вот так руку тебе на плечо поставить. Мне Диана запретила отрабатывать удары на ней. На ней? На котел. Тогда, не Диана, кого? Егорова попроси, пусть он тебе просто руку вот здесь на плечо положит. И отсюда пошел, вот левый положи как раз. И вот отсюда вот только ему не вебало, а вот сюда просто бьешь, вот здесь бам. Ну, понятно, через пару ударов у нас один президент остается. Да, то же самое на правую потом. Бум. И смотри, здесь что хорошо. Ага, я понял. Вот, то есть ты должен через нее вот эту... Да, у тебя удар прям заныривает туда. Бам. То есть не бойся вот так, да? Потому что вот так, если у тебя рука при ударе стала, то это было через челюсть. Знаешь? То есть это бам. Я весь вес закладываю туда. А, почему? Бля, вот все же... Да, но только я не прыгаю. Ну, не прыгай потом. Вот почему высокого, ну, вот так смысла бить нету. Его нужно чуть по-другому бить, чтоб он рубанулся. Идеальный боковой. Это он, когда он за... Бля, то тот рост не имеет значения. Получается, весь мой вес от ноги... Бум, в одну. Бля, бля. Что ты завандал, я в бахе? Бля, бля. Научат их в Таиланде, бля, руками махать, потом... Бля. Российские залы разрушают. Он обоссался, бля, бля. Бам. Боковые, знаешь, я хорошо отрабатываю? Когда ты локтями работаешь. Вот встал... Слушай, я не знал, у них локти есть вообще? Не, у вас нет локтей. Ты узнал? Да. Жаль. Вообще, локти он тоже, да, вот сверху вниз. Это самый вообще хуёвый локоть вот этим. Джон Джонсон с этим, бля. И все, вот он. Бум. 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 Слушай, а если я ударил локтем, что будет? Дисквалификацию. И 5 минут. И получил... Вот тут, прости. По траектории оно у меня не вот сюда возвращается, а я его просто опрокидываю. По самой короткой, вот. Вот здесь. Бам. Бам. После того ролика, бля. Там прямой залетел, а здесь боковой залетит. Ё-моё-моё. Да, главное, просто кисти болят, бля. У меня руки, пиздец. Я все, бля, каких-то хуёвень понаделал, бля. Все болит, бля. Ну, молодцы. Еще вот месяц и тебя тренировать можно... Не надо будет, потому что ты уже весь будешь разъебанный, бля. А я про это говорю, бля. По всем, ну... Это вот... Тренировочный процесс вот так не делается, как суп-бурде. Здесь боковой еще важнее. О-о-о-о. Докрут ноги. На ногу, а не на руку, смотри. Бум. Поставил. Бум. Просто вот это движение короткое поделаю. Вот, если я ее разверну, у меня вот мой рычаг. Вообще идеальный боковой, да, вот. Девяносто градусов. Ко-о-о. Вот у меня локоть. Смотри. Я его не туда отвожу, пусть зарядили. Вниз. И вот отсюда оно у меня вот... Он мне в спину ударил. А теперь добавь это вот с этим движением. Смотри сюда. Ты делал сейчас... Бум. Сейчас просто... Просто раскрой кулак. Бум. Не напрягай. Опять-таки, где у меня напряжение идет? Смотри сюда. Вот здесь оно у меня расслаблено. Вот движение руки. Вот там. Ну вот знаешь, почему локтем бьешься? Я не локтем бьешься, а ты ногой. Это нога была? Да. Не спорь, блядь. Давай. Я за правду пизды получил. Блядь, что за хуйня? Там же видео будет, блядь. Ты не дышь, блядь, дыши. Почему ты, говорю, на носок вот так встаешь? Вот. Вот. На подушке ноги. Что-то похожее. Давай, надень перчатки. Сейчас на лапах попробуем. Если на прямом я тебе говорил, целься вот этим, и он тогда ляжет у тебя двумя вот этими, то при боковом нельзя целиться вот этим. Если я буду целиться этим, я буду перекручивать. Мне нужно целиться вот этим передним, и тогда оно ляжет ровно на две. Понял? То есть мой прицел на две, буду целиться этим, у меня будет докручиваться. Короче, это должен, это должна быть конечная точка, если я прикосновил, или он уйдет. Первоначальная. Ну да, все, понял. Вот этой. Легко, дай. Не, не отводи. Смотри, вот, короткое движение. Бам. И ногу. Бам. Только что, как мячом. И забирай обратно. Смотри. Бам. Вернул. Еще момент тебе не объяснял. Дай свою руку поставь сюда. Смотри, при правильном боковом сделай угол 90. Вот. И смотри, вот, разворачивай подбородок. При правильном боковом у тебя локоть всегда должен быть чуть-чуть выше кулака, чтобы вес продавить туда. Бум. Вот отсюда вот ты уже на силу будешь. Бам. Вот мое движение. Оно, ну, может быть сильным, но это только если я крепкий. Вот здесь, сверху вниз, просто весь свой вес на тебя сваливаю. А теперь представь, что это не плечо, а челюсть. То есть здесь, бам, я на силу попаду. Здесь, бум, я просто на тебя свалю сверху вниз. Бам. Не отводи. Тебе замах здесь не нужен. Есть вот такие темы, да, где я могу сделать замах. Но, блядь, тебе сейчас вот это не надо. Опять-таки, это то же самое к тому, что я говорил вот про эти обороты, да. Ты в бою вот так вот сто процентов делать не будешь. Но чтобы понять само движение, тебе нужно поначалу это делать. То же самое с боковыми. Не нужно вот эти вот захлесты делать. Отсюда бум-бум-бум-бум. Вот представь, вот здесь я с тобой стою, работаю. Я буду работать вот здесь, все в одну точку сыпать, а ты вот это. У тебя размах, да, будет помощнее, да. Но, блядь, пока ты мне один, второй, третий закинешь, я уже типа... Я понял, Стас. Ты мне бьешь вот сюда, блядь. Ты мне уже заебал моей кистью. В цель бей. Поставь руку. Вот. Вот. Ногу, блядь, не... Вот. И как рука будет уходить? С ногой. Вместе. Бам. Еще раз поставь. Убирай. Я вниз подгружаю правильно. Не в бок, как ты, а вниз. Мне достаточно, чтобы забрать вес в свой удар. Мне вот, хоп, вот это вот. Микро вот это движение. Смотри, я ее туда пружиню, к ноге. У меня все вот, я все собрал. Пам, все отдал. Ты иногда вот это делаешь. И тогда, да, тогда у тебя может и нога раньше долететь, и рука позже. Ну, нет. Ну, блядь, только что я тебе сделал. Ты смотри мне сам, куда попал, блядь. У тебя вот так, блядь, рука идет. Я тебе вообще похуй еще говорю, блядь. Вот так. Нет, ты рукой бьешь, блядь. Ты ногу опять выпрямляешь. Не выпрямляй ее. С ногами все то же самое. В ногах ничего не меняется. Заматываешь. Вниз, туда. Я же подсел. Ты вниз садишься. Ты вот сюда садишься. Ты раскручиваешься. Вот. Подкрути корпус. Вот. Вот. Еще раз. Еще раз. А теперь, когда выкручиваешься и ногу выкрути. Вот. Еще раз. Вниз. Бум. Вот. Еще раз. Бум. Да, только, блядь, я тебе уебую. Еще раз мне в кисть ударишь, сука. Бля, лапы мы для чего купили. Я бы здесь кисть ударить, блядь. Ну, так. Бля, мне просто. Я домой прихожу, блядь, у меня кисть, блядь. Я не могу в доту играть, нахуй. Я этим оправдываюсь, блядь, что мне райзен в кисть, блядь. Ебашла. Это что ты стадии кидал, блядь. Мне райзен в кисть ебанул, блядь. Мы в доту играли недавно. Я взял этого хуя, которому говорят, купол кинь. И мне просто всю дорогу, типа, бой, сможет, еб твою мать, ты уже кинешь нам купол. А я, блядь, подходил к башне, я думаю, что это с башней связано. Я постоянно подхожу, они меня матеряют, я подхожу к башне, думаю, блядь, где тут купол, где купола, блядь. А это мне потом сказали, что это вот эта хуя, блядь, чтобы они им пизды давали. Ребят, вот теперь, перед тем, как вот хуесосить того, кто играет хуже всех в вашей команде, сливать вам рейтинг, задумайтесь, он скорее всего боксер. Это чуть вперед приставь, поехали. Нимаш, слишком напряжен, вот здесь только напряги. Да, локти. Что я тебе сказал по поводу вот этого? Да. Наоборот, себе подожми и чуть-чуть, оп, подгрузил, бум, подгрузил, вниз, ты печень, ты думаешь, ты печень напряжешь, блядь? Подсядь на ноге, бум, встал, бум, встал. Не пытаешься там ее поймать. А вдруг я тебе туда ее закину. А теперь смотри, подсядь на ноге вместе с ногой и ударь. Бам, бум. Бум, ногу докрути. Медленно, бам. Вернул обратно. Теперь не выпрямляй. Бум. Нет, нет. Одновременно. Смотри, вот представь, в бою, да, я тебе, бум, я еще пока не вернул эту руку на место, ты мне уже боковой выкидываешь в челюсть. Понял? То есть я делаю бум, и на возвращении, почему вот эти, я сказал, хорошие? Потому что можно блок, бам, сразу, блок, бам, сразу, блок, бум. Да, только смотри, вот здесь ты же еще точно не знаешь, что я туда бью, да? То есть представь, что я вот так бью. Ну да, надо реагировать. Нет. Помнишь, я тебе что говорил? Я стою в этой стойке, я стою в этой стойке и опускаю вот эту подгрузу. Я только за счет корпуса, да. Ага. Потому что я же не знаю, ну, может меня наебало. Мы говорим, бам, бум. Я тоже опережу. Бам, бум. Сейчас просто боковой. Рукой бьешь. Сел. Рукой бьешь, сядь на ногу. Сел, скрутил, бум. Ты у меня говорит, что я ему с плевого в челюсть попал, блядь. Он вот в такую лапу, блядь, попасть. Блядь, я попал, показатель. Все, все, сейчас, вот сейчас клянуть будет, что смотри, куда бьешь. Да. Вот представь, что вот на таком, когда у тебя твоя челюсть уже здесь, а рука еще здесь, я просто на испуге, блядь, вот так кинул. Нет. Выдохни. Этим плечом туда скрутился. На меня смотри, цель твоя же здесь. Это вместе с ногой и докручивание вес на эту ногу. Что-то похоже, только зачем их выпрямляешь? И докрути нормально ногу. Да что это за полумера? Выдох четче. Вот эту руку контролируй. Вот только, блядь. Вот это, блядь, супер напряжение. Держи. Локти собери. Ты нахуй ты смеешь? Нахуй смеешь? Нахуй твоих операторов, блядь, ты их зовешь, блядь. Слишком. Да, слишком. Размашешься. Еще. Оп. Выдох четче. Расслабь, расслабь. Слишком напряженно отдергиваешь. Ногу не забывай крутить. Оп. Еще. Поставь руку на ударе. Бум. Вот смотри. Да. А представь, что вот ты бьешь боковой, а я тебе туда и в ответ закинул. А может я на твой боковой сам наш какой-то закрыл глаза, просто его так, блядь, кинул? Ну я понял, в любом случае. Всегда, вот. Любая работа правая, у меня это на месте. Неважно, я бью ногой. Бам. Вот любой удар, какой бы мне ни выходил, это у меня должно быть здесь. Во-первых, помнишь, я тебе объяснял, да? Она у меня уже готова выстреливать. Под ногу то же самое, под блок ноги. Она у меня готова выстреливать. То есть, неважно, я еще бам, бам, бам. Понял? Прямой. Четче, ногу доверни. Оп. Локоть не уводи назад. Сядь, ударь. Оп. Пум. Да. Оп. Ага. Во. Четче. И забирай быстрее. Оп. Сбоку. Сел, бам. Руку сразу на место. Не отпускай, блядь. Вот это то, о чем я тебе говорю. Да нет, Стас как тренер реально гениальный. Вот эти комментарии, там, 200 плюс под видео первым, что Стас, блядь, так четко объясняешь в пятое-десятое. Уж поверьте. Вот исходя из того образа, который вот Стас там в медийке имеет, что он немножко там агрессивный где-то бывает. Где-то псих, где-то боец-замок, который пойдет выбивать двери, бить людей. Когда он тренер, он, знаешь, как такой физик типа жесткий. Но только в плане боев он тебе четко раскладывает, что, откуда, к чему подходит. Ну а то, что он меня бьет, так лучше запоминается. Потому что вот ты стоишь, этот локоть, понял? Но он у тебя все равно так вот поднимается. А когда вот сюда прилетит, уже начинает как будто клеем, понял, здесь что-то смазываться. И он тут вот сидит, и уже желания его никуда девать нет. Поэтому Стас, как коуч, знает, куда, как ударить надо. Иногда, конечно, бывает, вот сегодня, допустим, он мне там сбоку ударил в ногу, понял, неожиданно. Я понял, что у меня в бою тоже будет бить неожиданно, но тут-то я расслаблен на чиле. Нога теперь вот тут болит, блядь. Не, у меня единственный пока вопрос есть не к желанию, а, наверное, к его режиму. Я просто реально захожу в три часа ночи. Ну, опять-таки, да, почему я не сплю в три часа ночи? Ну, я пенсионер, я никуда не готовлюсь. Я знаю, что такое режим, и что он очень важен. И человек сидит, херачит в доту. Просто у него уже вот такое лицо, ну, а ему, блядь, завтра оттренироваться. Поэтому у меня единственный вопрос пока к этому. К самодаче вопросов нет, но у него тут и вариантов нет. Но у меня позиция такая, если я пришел, я тратил свое время, ну, будь готов выкладываться. Соответственно, если бы я в какой-то момент понимал, что я просто, ну, занимаюсь ерундой, или что-то у меня уходит в воздух, ну, я бы это давно бросил. Мне это неинтересно. Мне как раз был интересен сам факт, что все такие, а, даже по комментариям там понятно, что, ну, это очень тяжелый случай. Так это интересно. Представьте, какое он сам, во-первых, получит удовольствие от проделанной работы во время боя. Не важно, там он проиграет, не проиграет. Проиграть тоже можно по-разному, да? Ну, мы настраиваемся, конечно, на победу, хоть вы все и не верите. То облегчение, которое ты получаешь после боя, когда ты его выиграл, ну, его, оно ему понравится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok